Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Бизнес в Европе ждет отмены санкций, чтобы вернуть связи с РФ, заявил президент Польши. Польша тоскует, огромная часть предпринимателей в Европе спят и видят, как бы вернуться к совместному бизнесу с Россией. Отчаянная риторика политиков не должна пугать и водить в заблуждение, говорить они будут все, что надо. А вот если смотреть на дела, то можно заметить и дырявые санкции, и аккуратное наведение мостов, попытки строить сепаратные закулисные соглашения. Ни один глава государства в Европе этого не признает и уж тем более не скажет, что он сам этому делу помогает, но слишком многие силы хотели бы вернуться к прежней жизни. Многие западные предприниматели, которые из-за санкций вынуждены были покинуть российский рынок, ждут возможности вернуться. «Мы не должны обманывать себя, многие сегодня ожидают отмены санкций, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», – высказался польский лидер в беседе с журналистами телеканала Polsat News. Многие компании из Европы продолжают сотрудничать с Россией, но делают это через третьи страны. Так, в начале сентября РФ вышла на второе место по поставкам газа в европейские страны после Норвегии, обогнав тем самым Соединенные Штаты. В последний раз объемы транспортировки голубого топлива в ЕС были столь высоки в третьем квартале 2022 года, когда еще функционировал газопровод «Северный поток». Так и тянет повторить известный мем «ну ты еще заплачь». Особенно прекрасно слушать про торговлю через третьи страны от Польши. Вот уж кто до последнего брал и до сих пор продолжает брать, и нефть у России, и много чего еще. Для нефти там были предусмотрены исключения для трубопроводного сырья и ограничивались лишь морские поставки. Уж сама Польша никогда не забывала под шумок громкой риторики брать и закупать у нас ресурсы по максимально дешевым ценам. Давайте напомним, что именно в Польше активно строятся заводы по производству электромобилей как китайских брендов, так и ряда европейских. Германия не просто так стала ведущим партнером России в Старом Свете, этого требовали интересы ее промышленности. Будет очень забавно, и совершенно не исключено, что со временем устаканится и отношения с Польшей. Как ни странно, но США опять промахнулись, они наказали Германию за то, что та сблизилась с Россией. Но у Германии не было выбора, экономику не обманешь, она объективна. И вот теперь США вложились в Польшу. А Польша вложилась в промышленность, она решила стать второй Германией. И самое смешное, что в какой-то степени это может случиться. Она и правда может стать второй Германией, но в том плане, что интересы бизнеса неизбежно приведут ее к Москве. Европа сейчас находится в интересном положении, сколько бы двусмысленно это ни звучало. Они не хотят потерять США, но при этом боятся, что это все равно произойдет. Хуже того, они уже неплохо поняли главное, Америка видит в них конкурента. Долго не могли поверить, но сейчас начинает доходить. Проще говоря, в старом свете не хотят, чтобы заканчивалась их старая схема отношений с Америкой. Им хотелось бы все сохранить, как было. Но это не от Европы зависит. И пока им кажется, что США еще колеблются и окончательного выбора не сделали, европейцы сделают все, чтобы Америку задобрить и удержать. А когда поймут, что США видят в них только конкурента, а не союзника, они начнут действовать иначе. Если в Европе окончательно поймут, что крышу в лице США они могут потерять, то начнут искать новых покровителей. И кое-какие соломки для этого подстилают себе уже сейчас. Дуда прав. Многие в Европе уже прощупывают почву на предмет того, чтобы вернуться к сотрудничеству с Россией. Дуда забыл сказать главное, Польша этим тоже занимается. Поведение России с выплатой членских взносов вызвало негодование у руководства ООН. Такими данными поделились китайские журналисты. Членами ООН являются 193 государства. Фактически в этой организации представлены почти все ныне существующие суверенные государства. Все они обязаны выплачивать ежегодные членские взносы, размер которых определяется уровнем экономического благосостояния каждой из стран. По словам китайских журналистов, в текущем году сложилась крайне любопытная ситуация с выплатой взносов в фонды ООН. Об этом сообщает издание Саху. ООН столкнулась с серьезным финансовым кризисом, а организация вынуждена сокращать свои расходы по многим направлениям, рассказали авторы китайского издания. Руководство ООН крайне недовольно уровнем оплаты членских взносов. Ряд государств либо вообще не заплатили, либо закрыли лишь часть своих долгов перед организацией. На этом фоне руководство ООН пытается снизить финансовые издержки, сокращая зарплаты и командировочные расходы сотрудникам. Некоторые вопросы в этой связи есть к России. По данным журналистов Саху, российская сторона не торопится оплачивать членские взносы в международной организации, и ООН не стала исключением. Москва крайне недовольна предвзятым к ней отношением на международных площадках, где в последнее время все заточено под продвижение интересов США и их союзников. Россия считает, что позиция руководства ООН является предвзятой. В этой связи Москва намеренно задерживает уплату взносов, чтобы таким образом выразить недовольство, считают в Китае. Как отметили китайские журналисты, руководство ООН недовольны. Как считают в Китае, Москва не будет торопиться с оплатой долгов и тем самым продолжит оказывать давление на руководство ООН, требуя от него справедливого отношения ко всем членам организации. Что интересно, ряд других стран также находятся в должниках у ООН, и прежде всего это Соединенные Штаты. Последние задолжали организации порядка миллиарда долларов. Во вторник, 23 сентября, стартует неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Продлится она неделю, с дополнительным днем 30 сентября. Со своими докладами выступят главы государств и правительств 193 стран-членов ООН. От России 28 сентября выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Высокая неделя Генассамбли ООН поистине можно назвать одной из самых шумных, ведь друг за другом будут выступать представители 193 стран-членов организации. Все участники собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить актуальные глобальные проблемы и попытаться прийти к консенсусу. Правда, с консенсусом у ООН проблемы давно, а мероприятия в рамках Генассамбли лишь подчеркивают нестабильность взаимоотношений различных государств. Нередко эти мероприятия оборачиваются скандалами. Похоже, что и нынешняя Генассамблея не станет изменять традициям. Тем более, что первый абсурдный шаг уже совершен. 22 и 23 сентября, в преддверии начала недели высокого уровня, прошел так называемый саммит будущего. Что сказать, в связи с последними событиями на газовом рынке Европы многие народы, особенно те, которые живут поближе к северной стране Дубничела, в совершенстве изучили нецензурную лексику. Причем на русском языке. И в первую очередь слово из трех букв. Не знаю, про что некоторые подумали, но это слово – газ. Давайте начистоту, несмотря на сказки о том, что в просвещенной Европе все хорошо, чисто, сытно и мухи не кусают. Это не так. Совершенно. Многие европейцы живут очень скромно и привыкли экономить. Очень экономить. А цена на энергоносители во многих странах? Нет, не подросла. Европейские государства спонсируют коммунальную сферу, поэтому цена на свет и отопление немного подросла, но не в разы, как нам рисуют по телевизору в новостях. Власть прекрасно понимает, чем может закончиться такое подорожание. Нет. Цена заставила рядовых европейцев задуматься о двух вещах. Стало понятно, что газ в ближайшем будущем будет очень дорогим удовольствием, нужно находить какую-то схему по экономному отоплению дома. И тут многие задумались о попыте экономии самых простых людей с родины легендарного Улупуки, то бишь Финляндии. Жители этой страны – люди экономные, привыкшие считать каждую копейку. Во многом потому, что газ всегда обходился им очень дорого, плюс не везде есть возможность протянуть заветную желтую трубу. Да, по российским меркам расстояния между населенными пунктами у них смешные, но для самих финнов 100-200 километров от столицы – это как у нас Таймыр. И так, как финны отапливают свои дома без газа, они используют разу три источника – один воздушный тепловой насос, то есть по-нашенски кондиционер. Летом в жару он дает прохладу. Главное время от времени подходить к этому агрегату с метелкой и выгребать из него тонны комарья и мошки. Она так забивает технику, что иногда оттуда вытекает почти что фарш. Причем, понимая, что кондей в их климате – это расходный материал, финны покупают самый дешевый. Главное, чтобы подходил по мощности и был инверторным. Осенью и весной, когда жару сменяет промозглость, кондиционер вполне справляется и с отоплением. До минус пяти они частенько топятся им.